Всю свою сознательную жизнь, работав в телекомпании, я как раз и занимался тем, что освещал проблемы города. Причем не с точки зрения городских властей, а именно с точки зрения жителей. Поэтому то, что сейчас в городе происходит, я знаю, может быть, даже больше, чем нынешние руководители. Это очень помогает. Это общение с людьми, это изучение проблем. Это не просто их изучение. Мы же делали об этом сюжеты, мы потом их следили, пытались добиться того, чтобы те темы, которые мы поднимали, были реализованы. Чтобы люди, которые к нам обращались за помощью, получили эту помощь. То есть, по сути, мы работали, можно сказать, как приемная по обращению с гражданом. Вот мэр проводит приемы по обращению, а телевидение точно такая же приемная, когда люди приходят, уже пройдя все инстанции, обращаются к нам, как в последнюю инстанцию. Что касается подготовки в сфере экономики, в сфере жизненно-коммунального хозяйства, у меня общие принципы, мне известны работы. Конечно, я приведу в администрацию тех людей, кто будут в этих вещах разбираться. Может быть, даже лучше меня, но под моим руководством, я думаю, никаких проблем уже для города не будет. Планов очень много. Наиболее реальные для воплощения жизни в жизнь в городе Саиногорске. Я сверстал в программу, предвыборная программа была опубликована, она состоит из трех разделов. Это власть, город, общество. Там все очень четко написано. Я буду придерживаться этой программы в течение пяти лет. В течение пяти лет те пути и те решения, которых мы хотим достигнуть, я думаю, по силам нам. Михаил Анатольевич, каково сейчас на эмоциональном фоне, что вы неожиданно, как бы стали выиграли? Ну, есть ощущение небольшой, что ли, тревоги, да, какого-то предвкушения, конечно, большой тяжелой ответственности. С другой стороны, есть радость от того, что есть возможность все-таки воплотить в жизнь те чаяния и надежды, которые есть у жителей города, с которыми к нам обращались. Поддержка была очень большая. Я считаю, что вместе общими усилиями мы этих целей достигнем жителями. Поэтому вот такие смешанные чувства. С одной стороны, тревога, с другой стороны, радость, что есть возможность улучшить жизнь города своими руками. Я хочу обратиться ко всем жителям города Саиногорска. Те люди, кто меня поддержал в первую очередь, те, кто голосовал против меня, я всем благодарен. Я в любом случае всегда подчеркиваю, что какой бы ни был золотой мэр, в любом случае, без поддержки горожан, воплотить в жизнь наши планы, наши мечты, наверное, все-таки будет очень трудно. Поэтому я хочу поблагодарить тех людей, кто готов рядом вместе со мной делать жизнь в городе Саиногорске более достойной, более лучшей, чем сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова